всем привет дорогие друзья всем привет как вы можете видеть перед лицом я бегает красно-желтый ник а это значит что с вами как обычно и энтер я уже да немножко подзабыл подзабыл точнее enter у нас зарулил не для кого думаю не секрет эту карту в обе физики значит что он расскажет много интересного покажет вот некоторые там шаманские обряды что-то делает поэтому я буду верно делать первый обзор первый обзор да покажу просто что есть интер собственно по традиции покажет все остальное в общем-то карта у нас называется велковой фиксит fix потому что по моему зафиксили тут появился об и изменили немного телепорт старт обходился или до сих пор я не помню или до сих пор ну в общем-то нет но т.р. нельзя по моему раньше здесь так как-то обходился то ли через телепорт или счет куда-то и демки были я на самом деле не помню почему вообще сделали fix fix версия ну по моему телепорт и об добавился в общем-то делал ну об которые после гранаты но так он там а есть она вот либо там не было вылетнет правом нет в общем-то это у нас второй ранд квалификационных квалификационного турнира для дуэльного капа ну и давайте собственно начнем появляемся мы по центру ни с чем у нас есть как обычно машина и перчатка можно упасть и убиться не знаю зачем здесь мы тоже падаем убиваемся и но есть тайм-ресет естественно но использовать его нельзя всем мы это знаем впереди у нас достаточно такие простенькие пады которые очень легко пропрыгать в любой физике почти с любым навыком стрейфа и вот где-то вот тут вот когда начинается эта стена нам дают плазму плазму дает батл сил дают хейст это значит что во первых мы бы могли прополнить здесь но мы не можем потому что это все очень детализован детализировано и player clip стоит который нам да и он к сожалению предыдущий стенки поэтому мы не дает нам нифига скорости вот да я бегут вперед и далеко не флотную к стене так что дальше у нас урва закругленная стена тут очень большое расстояние знаю можно ли допустим а вот так нельзя окей там у нас мешается либо внизу как-то к примеру ну это в принципе бессмысленно мы можем просто вот так плазмить и вот где-то после поворота нам дают ракету тут уж такой косяк небольшой именно от папера неправильно расположены триггеры либо как-то криво расположены но в общем-то это макер виноват я думаю они мы не игроки из смертные вначале отбирается плазма потом дается ракета в этом большой косяк поэтому нужно при повороте немного прочувствовать момент и переставать стрелять и как бы чтобы появилась ракета сразу в руках потому что вы зажат когда вы стреляете плазмой с памяти у вас начали отбирается плазма вы делаете типа фальшь выстрел с нулем патронов у вас это проходит кулдаун и только потом но собственно как вот у меня сейчас получилось я еще раз покажу это очень очень много времени теряется когда вы делаете выстрел с нулем патронов вас от патички переключаются на перчатку по моему переключение длится какое-то время потом вы подбираете ракета вас происходит опять переключение на ракета и потому что и быстро да ну в общем это главное фиксит версия вот эту хрень не пофиксили очень странно далее у нас здесь на большой скорости мы идем видим косяк я надеюсь что зерга мопил зерк частично мопил лексус старенький наверно никто не помнит ваша не залезть посмотреть да тут у нас вся карта нет я понял что вся карта там вода что должна быть или чуть такое а это вода это просто воды не залил ребенка стекнул с брошью что-то с водой либо он просто не сделал а ты можешь вывалиться нет то есть там ну не видишь наш наложено или не знаешь значит что-то с водой он косякнул тему куфлисти надо же патч видимо сама стороне ну да видимо патчу ну в общем-то у нас две нет у нас три по идее ракеты есть за по-прежнему хест и нам надо забираться наверх с доктор не дали что наверно известно как я вернусь а типа я дам просто себе все три ракеты с трех ракет хорошо залетается и дают нам гранату видим мы вот такие вот выделенные синики мариолом квадратики которые являются кнопками в которую можно стрелять я кстати первый раз когда на карте играл это несколько лет назад было в общем я очень долго тупо не видела квадратики квадратики что хрен догадаешься что оказывается это кнопки которые можно стрелять они просто цвет стены но светятся и светится дизайн типа без кнопок выиграл всегда такой типичный тут у нас есть также до вначале здесь отбор идет потом дают две гранаты и и такая дуга в принципе это значит что желательно держаться ближе дальней стены чтобы набрать сразу какую-то начальную скорость тут в принципе ящики ящики я так предлагаю что они никакого смысла в их расположении нету никакого тайного замысла в них нету я знаю то что эти ящики даже были показаны на гайде по тому как правильно мапить вроде есть но что делать с картами потому что по моему не знаю в первой версии или второй в общем эти ящики если делать как браши то очень сложно для самой игры их обрабатывать поэтому их сначала сделали патчами там специально пофиксили эти зоны для самой игры я не помню что называется чтобы меньше лагала вот если быть ящик тупы были обычным брашем этот бы тормозило все сильно из-за разделения этих ящиков я уже бы хотел пошутить мол ты такой эти ящики были в туторию или как мапить и тут такая текстура кривая в общем мы их пропрыгиваем тут лежит еще одна страховочная судя по всему граната и есть еще одни кнопки тут мы залезаем наверх гранаты у нас по-прежнему остаются нету плазмы и дается 6 ракет внизу мы видим об g про этот опку там интернер по подробнее немного может быть расскажет был выключен вот кстати сейчас я тебе даже ссылку скину сможешь на рональд топнуться и быстренько показать давай там ниже нарисовано все это на привет всем и не здоровался пока включился немного если что извиняйте реза заранее показано ладно да ну ничего страшного все и так видела нет внизу не смотрю ниже середина где-то показано это как расчетчики а вот и у кого пересмотрим пример уменьшение количества из портал еще другого способа детальный браш и возьмем неоптимизированную часть карты и вот она лишь как бы теле из портала как выглядит из этих ящиков забавно вы заморочена все вообще жесть укол на это мы все знаем дальше уже это в общем интересный способ оптимизации карт как расставлять хинты патчи как правильно преобразовывать в общем мопинг это каком интересно давай дальше показывать надо выключить оба потому что оба включенных а сохранить я сохранился я шажат я же пацаны вот у нас есть об g значит go стало быть прыгать здесь не надо и но я бы сразу вкратце то объясню если вы я объяснял то в клипе на одном из стримов для клипа точнее и объясню сейчас еще раз всем кто возможно пропустил клип если вы подлетаете с кнопкой какой-то причине сразу с обом какой-либо разновидность оба у вас там ну и стики так понимаю в основном мешает если прямо с кнопки летите вперед и ловите опыта считается роддомом потому что на ту же высоту вы 10 раз и 10 не подлетите да и такой момент что если вы летите с кнопки сразу со стики либо с каким-то обом и потом приземляетесь на эту платформу сходите и об не ловится ну он и не должен ловиться потому что чтобы его поймать у вас чистый об детектор должен быть если на нем что-то показано даже наглядно покажу вот даже к примеру хоть что-то да я стою даже ну-ка вот здесь типа стики он да он стоит на стике в зате то есть чуть выше чем нормальный краж поэтому об не ловится да поэтому у некоторых людей когда высходит поднимались сходили у вас не убит не ловился об вы просто поднимались сразу с каким-то стики с небольшим либо с каким-то из видов обувь в общем-то это наверно собрали здесь есть гайде на оба ну да все есть гайде на оба естественно никто его не смотрел потому что все на этой карте разнылись у меня ловится что делать ну и я думаю этот вопрос можно закрыть в общем то здесь мы видим вот здесь угол в принципе я думаю что самый простой вариант это каким-либо образом в него врезаться в угол сделать допустим звук небольшой и потом ракетами себя отправить к этому телепорту fix состоит в том что во первых это платформа была ниже и вот здесь был самый простой ну это легче чем блин извини меня это легче чем сделать 2x сумм и какой нахрен 2x просто обычный падаешь вниз особо делаешь ржев пол потом по стенке это самый простой способ но он был самый простой со звуком потому что можно немножко подлететь и ракетами себя тихонечко дотолкать не знаю это самый стабильный как но я мне кажется что 80 процентов народно делала просто хопс уже ну скорее всего ну это совсем потому что нубский ну типа но я исхожу из того что все должны знать что такое звук как его сделать все должны знать что такое хоп что такое там все всего бы я помню как зеркнул когда делать потом без обзора поговорим потому что все зерки потом загнобят в общем-то заходим в телепорт появляемся в другой комнате нам дают 25 плазмы и у нас здесь по идее должен быть хейст который кончился потому что ты когда появлялся ты по моему тебе не успел его взять да ты со старта телепорта но сюда игроки давайте я себе дам то что у нас должно быть как он пишется как батл сюйт пишет а все хотя нет как я набрал всех лет даже не читер как ты ну и у зерк заманил по-любому красивая переливающиеся штучки дрючки как классно очень дают нам здесь немного плазмы у нас тут несколько вариантов можно пропаде допустим просто по центру это самый такой наглядный ну не наглядный самый по моему очевидный путь в принципе который сразу бросается в глаза потому что здесь есть пады дают нам при заступе сюда и вначале да опять же вначале отбирается то есть опять же кривой триггер но это волоскул маппинг я как бы там два триггера один отбирает вы дает но это очень кривая работа на самом деле кто смотрит стримы на dfc 2008 0 точно такой же триггер в общем дают нам плазму можно пропазмить вот так можно там добавить и какой-нибудь гб вылетаем так плазмим дают нам ракету и мы с ракетой собственно спокойненько финишируем и нас убивают в конце ну и собственно это вся карта я не знаю не буду быстро проходить давай сразу перейдем к тебе покажи нам читы а что же здесь показать я даже не знаю но начнем с я не знаю какой физики лучше начать с этой цепи принципы где дольше рассказывать оттуда и начнем в уку 3 он по сложнее так рома д 0 так начнем с уку 3 интерференсов 3 ну ладно тут в физике в уку 3 как как этим два способа начать это либо просто начинать встретить со сложными первыми двумя тремыми прыжками либо делать при джамп из уголочка например атаку и как по мне это намного проще и удобнее и дальше холл бит на спокойный стрейфинг вперед принципе никаких проблем спокойно все про стрейфится стрейфливается в общем в уку 3 пада намного проще чем теперь просто начинаешь стрейфить немножко прыгаешь прыгаешь и все алби там еще легкий дальше мы делаем три прыжка причем нужно специально притормаживать но лично мне под чтобы приземлиться сюда если нормально стрейфить то я по-любому перелечу все зависит краешек то есть мне приходилось еле-еле стрейфить до по моему предпоследнего того пана и потом с него начинать сильно набирать скорость чтобы здесь было и побольше чаще раз попробую то есть я очень слабенько здесь стрейфила потом старался как можно лучше в общем какое-то такое начало как вы видите в принципе здесь не так нет таких больших проблем с прохождение вот этой части плазма просто плавляться потом нас ее отбирают потом мы переключаемся на рокет стреляем и единственное в себе в онлайн прохождение вот эти триггеры они такие ужасные были особенно приключения на рокет фиг поймешь где не переключаются выстрел происходит не поймя где особенно если у тебя пинг большой вот и здесь тоже нужно было приноровиться так чтобы стрелять чтобы после отстрела ракетой под правильным углом стрелять точнее не под правильным углом а стрелять так чтобы по прыжкам ты попадал прямо точно к стенке чтобы ты сделал три прыжка и приземлется прямо стены помимо этого нужно было после того как ты выстрелил сделаете там три прыжка стрелять как можно позже чем позже ты выстрел тем ну ты летишь со скоростью где-то 1400 1600 и как бы рок-ракет лети за скоростью 900 естественно что намного быстрее будет если ты сначала просто и расстроившись с этой скоростью выстрелишь его здесь где-нибудь ракетой и здесь слове сделаешь 2x как бы рокет меньше лететь но и очень быстрее получится прохождение еще что я хотел бы заметить то что у нас здесь есть 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 это значит то что нас быстрее происходит выстрел ракетой то есть куда он между ракетами и таким образом если мы стреляем ракетой то с хистом мы можем намного раньше высказать и здесь еще меньше расстояния здорово вот ну и принципе выстрел 3 прыжка делаем рокет наперед и летаем вверх можно конечно делать здесь 3x вверх но из-за того что у нас здесь много скорости 1500 придется либо тормозить на скорости 900 если медленной скорости прыгать и прыгать туда естественно когда мы допрыгаем до стенки мы потеряем уже там полсекунды секунду да у нас будет быстрее вылет но там дальше все они не очень большое расстояние поэтому выгоднее намного стрелять как можно позже делать 2x и дальше уже проходить 2x попробую еще раз пойти в общем это как-нибудь а вот как обычно прилетаю не знаю можно здесь вот у меня сейчас по прыжкам не получилось я приземлился куда-то сюда естественно пешком долго идти прыгать я подпрыгнул и рокет не в том месте привязался то есть эти пады они какие-то вот сейчас у меня взяла нифига не переключился потому что я зажал выстрел надо было отпускать выставил потом после подбора уже стрелять ракеты у нас здесь четыре ракеты одно как бы одна в стену одна вниз 2x еще одна ракета 32x сюда по моему стену рокет и вверх вы там вроде бы я верю не забыл прохать это был не очень давно ну ничего страшного в принципе забыл и забыл потом в демке мы все равно увидим как ты это делал ладно я здесь дам себе вот здесь мы типа подлетаем делаем две ракеты потому что с хистом мы быстро не можем выстрелить нас выкидывает вот это вот дуга то есть был здесь вариант если можно выстрелить ракетой вот вот таким то есть отбирает вот где-то так триггер находится то есть можно теоретически сделать 2x и выстрелить прямо перед триггером чтобы туда у нас на право на те откило но как по мне 2x и рокет стену то есть больше вертикальной скорости у нас будет больше горизонтально если мы правильно завернем на этой по этой дуге да это логично ну это в принципе узнается понятно что если вы новичок вы об этом можете не догадаться это все познается в тестировании путей поэтому не бойтесь экспериментировать тестировать всякие свои идеи поэтому отсюда еще дальше если мы очень хорошо вылетаем здесь с ракетами то мы летим как-то вот вот так вот и здесь есть мы слабо вылетаем то мы подлетаем вверх приземляемся сюда вот куда-то сюда и здесь можно сделать прыжок с гранатой на к если у нас мы вылетаем очень хорошо то мы можем выстрелить гранаты при падении вниз подпрыгнуть здесь где-нибудь но я например делал прыжок здесь немножко иногда врезался этот ящик и потом до прыжок сюда-сюда и приземлялся на кнопочку вот сейчас попробую наверное сказать как это у меня отобрали кейс как его получить проще наверное допрыгать до него да вот здесь почти да почти ну то есть а кисть еще есть можно еще раз ну дрочи вы счету вот два прыжка мы долетаем сразу до кнопки через сказать а еще в зависимости от того как мы летим от этой кнопки то есть я иногда летел левее иногда правее иногда и врезался в этот ящик иногда прямо пролетал я думаю думал уже потом в полете куда какими кнопки нажимать влево или вправо если летел напрямик то выжить на правую кнопку сложно поэтому это так вот нас остался одна граната я с этой гранаты здесь есть способы два способа подлетания наверх либо сначала подпрыгнуть потом сделать выстрел чуть позже то есть по идее так и делал ну чтобы не терять времени в полете и сразу приземлиться ну сразу начать идти на этой платформе да и здесь тоже с этим геморрой потому что нужно соблюдать правильный тайминг между прыжком и выстрелом чтобы тебя подкину прям точно на эту платформу либо стрелять уже наискосок как-то либо вперед вот либо назад назад мне кажется не совсем оптимальный вариант вот сейчас я словил об на этой платформе и поэтому у меня sg как бы горит поэтому не словится стики на как куда да то есть мне нужно сначала подпрыгнуть нет справа а теперь г тут разные высотки нету вторны объяснили в принципе как-то работает и в клипе тоже там показывал поэтому вот ну в общем это эта кнопка либо уважаю какой-нибудь подлетаем наверх поставить на последнюю ракету и дальше у нас есть несколько способов прохождения так как будет показывал первый это звук мы делаем здесь звук у меня им сайт кривой сайт я забыл что менял ты просто я тебе раскусил 012 мне по моему обычный был попробую еще разок так сохраняемся счет я выстрел раньше надо именно звук с ракетой но взвод с ракетой он намного быстрее получится теоретически можно конечно сделал просто звук потом пострелять пакеты можно сделать хоп как делала большинство и как по мне это будет быстрее чем звук потому что хоп дает больше горизонтальной скорости то есть мы просто летим вперед делаем же же там пару ракет и точно улетает еще способ это если сделать 2x а ну естественно есть способ без всего то есть мы прыгаем вниз при этом не знаю ракеты и начинаем не знаю хватит там ракет так у нас 6 ракет может и хватит вот и способ чтобы было побыстрее мы просто при падении кидаем ракет наперед и здесь его ловим с холмом как по мне это получил самый быстрый способ то есть читы просто читам позволял намного быстрее вылетать дальше очень-очень неудобная штука в патри потому что нужно выпрыгивать направо просто теледжамп не работает потому что нужно было сделать мини застоп или как сказать-то фрейма джамп и потом прыгать направо и не приземлиться еще в эту яму приземлиться как можно правее куда-то начинать сразу плату в яму панула ну да вроде нет не падал ну ты просто читер и не будешь конечно вот и здесь очень неудобная штука потому что плазма заканчивается прямо перед тем как нам дают отбирают и дают руки то есть она у нас сколько 20 25 штук я плавлю у меня закончилась и потом только окончилась и вот здесь у нас отбирают и дают новый поэтому в идеале нужно было наверное отправлять одну плазминку ждать пока нам дадут руки ты потом только стрелять но это если в медленно получается если у нас очень хороший выбор кто и очень правильный угол плазмления то 0 плазминок остается прям вообще около давания руки то ну то есть ну и концовка я делал ракета стены ракет пол ракет с прилипанием и ракет стену но это когда как на самом деле получалось так внутри все рассказал наверное здесь покажут нечего дымок дымках все увидим давай сейчас роман сделаю один и покажу чё в себе физики здесь есть у себя очень интересно давай не разец и пи 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 м сложная физика челлендж промо вот про си пи м сложная промоут про профессионал мод это модификация служили медикации значит сложный ладно вот тут опять же два способа либо мы делаем при джамп какой-нибудь такой начинаем строительным просто стрейфим с самого начала и как по мне это проще потому что при джамп здесь как бы мало что дает ну знаю есть ли в нем смысл потому что пады перелетаются до падая на третью или четвертый пад сразу прилетал поэтому делал просто циркал и еле-еле стрейфил опять же начинал потом вот этот пад он так неудобно расположен такой коротенький 80 процентов я приземлялся после этого пада вот сюда в эту яму прям очень неудобный вот реально сделали бы очень подальше было бы намного лучше все пи м он такой не очень в общем-то под в общем почему потому что нам нужно онлайн это сможешь сделать здесь да а там нет там почему-то пинка больше или что такое сделал ну ты в идеале с этого пада нужно приземляться после того как нам дадут плазминку то есть вот сюда брать плазму сделать boost по место и как бы я делал два муста boost здесь пусту здесь вот и вообще нахрен летал туда с авторобус то есть это вот такая очень быстрое прохождение сразу показал теперь можно также по стене по плане как будет показывал потом ракет и дальше проходить есть способ если кто не умеет бусты сделать я попробую показать как это без бустов делается я не помню по прыжкам 23 а нет лишним нужно делать прыжок потом нужно сделать с ким вот этого уголка потом можно здесь проплазмить вроде бы или проплазмить или там еще ракет потом дадут и ракета стрелиться в общем можно по левой стенке все это делать если не умеете густые но я не знаю как по мне есть проще всего по левой стенке проходить по правой проще всего вот обуста это уже приоритет ну крутых как ты бы хотел сказать ну кто умеет тот крутой в общем я делал здесь буст причем вперед 1 1 1 кнопкой я сделал boost влево влево boost и потом после бусто сразу поздно jump чтобы можно было долететь туда с поздно jump лучше долетается чем просто с прыжка пушка я даже не пробовал по моему все время делал плотно jump вот долетал до этого краешка вот здесь сделал опять выстрел ракеты по моему без буста потому что скорости так много выстрел наперед здесь ловил 2x читер посмотрите вы читер в анденах читер у нас вот ну и так же как вокруг 3 приблизительно проходил то есть я стрелял от этой кнопки делал дабл джамп вообще идеально если у кого-то получится делать после выстрела сделать дабл джамп на этом маленьком кубике я всегда так не знаю у меня у меня почему-то всегда мимо него проскакивал проскимливал его и прыгал где-то здесь я тебе больше скажу я с этой кнопки делал пуст из буста дабл джампе лоб этот квадрат типа да вот так еще 400 я тут летел и дел и как раз прямо на кнопку ну в идеале ну да нужно с маленького кубика прыгать потому что вы ниже подлетаете быстрее приземляетесь и меньше времени тратите в воздухе до касания вот этой вот кнопки ну дальше мы опять сделаем либо рж вот так вот наскосок либо же задержкой прыжка выстрела вот и дальше так же как в уготре мы падаем падаем вниз три ракеты вылетаем как бы здесь в принципе ничего интересного что еще рассказать в уготре я все рассказал либо с хобом либо со звобом и ну и все варианты ну единственное цепляем тут можно после телепорта попробовать сделать г.б. еще с плазмой чтобы но перед моей перед плазмоклимбом в принципе это все да тут особо финал как бы ничем особо не отличается так б здесь чтобы не ближе к стене то есть начали задавать себе ну дать потому так вот ну можно себе там 100 200 псов выжать это в принципе не критично но если ты думал затрачиваешь на хороший тайм то тебе это поможет я делал без буста я тоже делаю стану слишком нестабильный какой-то получился если хороший выпрыг много скорости то приземляешься точно крашами здесь даже негде будет сделать если хорошо вылететь вот как бы дальше прыжок плазма нам хватает плазмы чтобы нормально долететь до до самого края здесь либо делать рокет с бустом либо просто несколько ракет как бы рокет 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 там не знаю я знаю то что у меня концовка еще ужасная здесь была пройдена там секунду 0 3 наверное я засрал не знаю почему не знаю как потому что я не умею в ракеты вот а так я уверен то что здесь можно сделать 21 я просто не смог дотянуть немножко что еще рассказать но и принципе все здесь как бы вот здесь у нас финиш вроде бы прям будет в краешку так что подожди что им весна ту fast против а ты играл в этот кланвар будучи за туфаст да я еще старый старый кирдур карта очень старая какого года я сейчас скажу enter был в туфаст мгд зигр и лексус замапили это в 2008 году да вот так что сказать ну и здесь на скил да мы все я попробую наверно раза пройти попробую сделать этот страшный ужасный буст начале может получиться я я еще здесь почему-то приноровился потом стрейфить так хреново стрейфить на этой мапе научился плохо стрейфить вроде классно но и почти да вроде нормально стрейфлю но почему-то я приземляюсь но не прилетают не знаю как там я научился так прыгать вот плохо стрейфить это тоже хороший навык прачков я почти я врезал я врезался в уголок надо в общем приноровиться к этой фигне ну да это вопрос именно вот вот от меня очень дико раздражает раньше стрейфить сильно умел только вес а вес стрейфил по нынешним меркам плохо поэтому к воды такие плохо получился второй буст по моему и в общем далеко 1 на счету стихи голову нужно дальше приземляться откуда-то вот сюда здесь сделать уже boost плазмоджамп долетается я не думаю то что я единственно так сделал хотя премовая но вроде единственного должен быть неповторимый здесь опять есть 3x очень плохой выпрыг какой прыжок вот . ты со стеки делал но при этом ты со стеки словил в центре на центральной платформе его со стеки ну ты со стеки подожди вот смотри вот вот одна цитата да и другая зарада и я сейчас я случайно словил стеки и у меня была такая высота чтобы что это в принципе тоже стабильно можно было бы так ловить исходя из ситуации а кстати а что если это они продумали типа и что так все и выглядят что-то сейчас подумал это они могли продумать чтобы если вдруг ты со стеки отталкиваешься чтобы ты мог на по центру типа ставить оп в любом случае интересный так зерк напиши мне об этом мне очень интересно жду в личку сэнд нюкс вот это все так ну если к ракета финиш да ну мы наверно сейчас будем смотреть демки я может попробовать это сделать этот такой два пуста я долго с ними корячился пока почти нет места скорость после бустов плохой вот почему это только последний паттер не по дороге нормальный плохо ну хоть долетел высоко лучше чем некоторые так скажу ну в общем наша на зыркать на наши демочки приходим к демкам начнется в кутре физики game rock 48 секунд ты будешь говорить я буду говорить play потому что у тебя компьютер побыстрее да он у меня не знаю пять лет ему уже он все побыстрее побыстрее сам удивляешься в общем таким гемород никогда не торопился отлично пропрыгал пады набрал нужную скорость в принципе для 2x но видимо решил не делая остановил только сэкономить хотя не славил поп как бы я подозреваю что у многих будет вот такая ситуация зачем он прыгал 2x получился а ты там на 2x был я уже на финише и финиш красавчик жаль конечно не с первого раза получилось сколько там скилл тебя таким вот у меня он вот только сейчас финиш ну я буду говорить значит пораньше ты его смотрел геймрока и просто я буду говорить тогда пораньше play чтобы ты ну я буду говорить пораньше значит я слишком поздно ну короче геймрок ну да нет уже геймрок прошел к сожалению все не с первого раза но как бы старайся лучше отправляй пусть медленно я очень много раз говорю пусть это будет медленно пусть вы везде остановитесь на пройдите чисто без запинок это основное все и карус на 7 секунд побыстрее play из мэртиан кингдом или кайндом как-то называется делал тоже джампом кстати да убитом стрейфу делал два и да не делал к сожалению еще на ящиках все наверх вот стики не словил 2x но высота захватила и в телепорте тоже со второго разного и сколько времени потратил конце еще ватнулся ракетой а я и карус и карус что ты за человек такой общего началось в общем неплохое в конце очень много времени потратил пульма хорошо 30 перебил на 3 секунды тут я думаю не будет некоторых затупов играть он за орба что безусловно радуют мои уши и уши всех кто смотрит сейчас это хорошая плазма выстрел плохой и вот первая демка с 2x не очень хорошо словил но тем не менее он залез быстрее чем некоторые получил и вот делал газа золом да кстати молодец это вот я говорю для новичков это будет самый стабильный вариант пусть и грубо говоря ничего не надо сделать делать для этого просто словить какой какой-нибудь звук и все да в принципе прошел намного быстрее намного так скажем четче чем и карус и чем гиброк гиброк уж вообще мог бы и 40 выйти а то ну а лунтик онлайновая демка 319 полы насколько он перевел уже лучше как бы уже не последнее место а лунтик ты ты знал ты за следил за лунтиком нет он такие демки шлет мы все тут офигевая просто он бил бил бриган пишет там что ему это самое ты смотри смотри что творит блин я думал а можно же смотри сейчас подумал можно же было тоже с плазмы допустим набрать тысячу и сделать мульти икс в стену к примеру 4x я я не пробовал как я не знаю какая была бы скорость и как там или будет происходить мне показалось быстрее просто пролетать как ну смотри лайк сделать вот лунтик ну короче лунтик вот ты видел он прошел чисто просто чистый без единой запиночки да может быть road типа но не топовый какая разница зато без запинок он прошел он задрочил он прошел без запины 31 9 большой большой молодец лунтик поздравляю зазнаешься кикнул из как из твоего будущего клана в котором ты будешь 33 данных лайк быстрее на секунду и 6 вы джон левый циркал был делал 2x медленно полетал наверх вообще не верни знал про то что там стенки можно стрелять даже неземно проник делал звук долетел до телефон так нормально и финиш очень неплохой в принципе финиш да вот опять же чистое прохождение залог успеха пусть даже у вас не самый топовый ролл зато вы прошли чистенько и выбили свой потенциальный максимум если бы он знал то что там есть кнопки если бы он сделал 2x меня было быстрее на какое-то насколько ну и так каждому можно сказать кого посмотрели в принц андекус дады куса и на секунду побыстрее play будем сначала говорит play потом считай насколько мне не я уже знаю когда говорить они но я в общем за таймил с тобой стрейфил холл битом не очень качественно стрейфил не очень качественно плазмил но зато сделал 2x и сделал очень даже хороший 2x очень быстро отнялся не использовал кнопки возможно о них тоже не знал возможно тот кто не знала кнопках будет будущим enter и сделал до 2x где об местного и проб возможно он тоже не знал интересно если у него когда он первый 2x он вперед вперед отлетал возможно если бы он к задней стенке прижимался его бы лучше завернула это наклонная у него было больше скорости ну там там видишь я думаю что ему это было не так важно ему было важно именно словить то есть он акцентировался на том чтобы просто словить типа словил я словил головы иначе типа дайте я по себе помню когда я был молод типа основное было сделать какой-то 3x это для нас с тобой типа это читал 2x 15x там вот это вот там потом 330 гб сделать с поздно трампами а потом еще с бфгитом наперед накидать потом плазмой догнаться ну короче такое конечно декусу очень важно ну кто римач да рим пумбуч римач памбифо 20 87 лэ побыстрее насколько это у него это ай или это л это 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 ваш рифт сам разбирайся неплохой стрейф почти даже перелетал обе то нормально получилось ладно тоже нормально попробовал 1400 2x получился хороший ракетой наверх у него в принципе вот самый простой вариант прохождения когда хопа и рокеты да но этот хоп сделал очень хорошо прям вот и за мне понравилось я я честно говоря не ожидал пусть он всю карту возможно не очень четко прошел но вот этот хопом прям очень качественный ну блин три мучи красава если ты смотришь напиши в комментариях ставь лайки там не подписывайся как обычно рекрут нет рекрут нифига так 26 секунд сразу у нас большой отрыв на 2 секунды идет на рекрут я тоже удивился плей да покричи еще на меня а что мне за это будет приеду в москву за это к тебе буду жить у тебя нарочно тоже неплохо стрейфит но рекрут как бы должен неплохо стрейфить хорошая плазма косяк у него головы ой-ой-ой интересный ролл без 2x и без оба делал лишний прыжок конце вы хорошо очень заплазмил но потерял я думаю около двух соток двух трех соток потому что сделал прыжок без ракеты мог бы хотя бы там как-то под себя кинуть как-то да ну потерял в принципе очень много в конце и в принципе очень много везде потерял твоих снизил лоб не сделал что еще ну то что первый двоих не сделал у него с птической бред было похождения вроде тоже быстро было получается начал раньше подниматься наверх и за счет этого якобы получилось быстрее но по сути у тебя там будет на вот это прямо где ящики быстрее если ты зацепишь эту полукруглую рампу на потолке и при этом еще и при этом еще стрелишься нормально с гранаты и все у тебя получится в общем монстрик перебил на 400 переверну на 400 рекорда туда вот 64 по убитым стрейпил в принципе дартам сначала нормальная стабила ракеты у него классно получилось как у меня почти не знаю где 400 потерял дел без оба очень много скорости принципе тоже кстати делаю лишний прыжок и финиш у него быстрее по моему него вот на финише он из-за того что нажал кнопку вперед и назад из-за не очень правильного угла он потерял много скорости потому что он старался прижаться к стене но но как бы из-за этого у него скорость постоянно терялась из-за того что он смотрел слишком сильно назад ну не знаю как сказать надо или две стенки было езать или как-то по-другому прижиматься пытаться ну ладно да монстрик перебил на два фрейма нет подожди на фрейм на фрейм перебил фейза давай посмотрим где play где найди а сейчас вот я сейчас скажу вот давай вот вот я сейчас скажу где ты видел 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 ли вы этот прыжок внутри упса больше не делал 2x тоже примерно роут реку то что получается а я на 500 меньше но из-за хоба он не в конце концов его погнал и у концов должна быть намного лучше да у нас до 3 до ракеты получше но это как всегда не будет чистый за концов ну как всегда то есть вот я очень часто замечаю что где разница на фрейм либо там два-три фрейма да ну до пяти фреймов так сам не критичная разница там всегда очень-очень обычно отличаются прохождение то есть вот хейс прошел все как бы средняя а мозг прошел где-то плохо где-то хорошо идем вот так и всегда вот эта разница это на самом деле интересный феномен ты фрага кто кому делать нечем можете изучить но лучше не изучайте поэтому давайте рассмотрим дальше просто кинекс и 100 влиять это третье уже место на получается у нас до позволяем кинексу с третьим местом перебил на сколько на 70 молодец кинекс красава но следующий раз пошлешь не топ-1 кикнем так неплохой страйф ну даже очень даже хорошие рассказал плазма 1500 тоже без 2x неужели без 2x реально быстрее минус 08 где-то понимаю ну фрейм типа тем x при своем опыте кстати хорош финие минус 0 08 а не 0 0 0 8 а минус 800 стало быть да 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 все понял кинекс нуб я беру сразу обратно попаду в интер окей на фрейм перебил его кет ну кинекс что говорить про тву демку ты как всегда восхитителен поэтому давай посмотрим дрожащего паркинсона кета на сколько он перебил получается тоже на фрейм интересно вот сейчас посмотри вот смотри опять разница фрейм смотри вот опять здесь видел сначала быстрее вот он делал 2x смотри у него 1100 вообще и в теории он мог бы сразу полететь на без хоба блин я думал сейчас такое будет ну кстати не делал там контрольный прыжок и финиш у него концовка не медленнее медленнее да помедленнее великий ужасный он тур который занимает первое место и все равно нет квалифицируется с этих по крайней мере мульти с этого мультикапа на дуэльные но я его заставлю играть онлайн кап она все равно от квалифицируется рано так и так или иначе в общем 24 7 1 6 быстрее давайте посмотрим великий ужасный enter но это еще за карту зависит некоторые карты не нравятся типа это некоторые прям вообще но это у нас у так скажем профессионалов такая болезнь уже хотим и мы знаем что мы можем любую карту выиграть 1600 стать хорошие очень аркеты 1200 сразу напад очень хорошо получилось все хоп ну он не очень хорошо но это сойдет 1200 но можно было интернет ну как это что ну ты очень много потерял где на финише во первых тебя ракеты не очень но это могу три это не теперь и вы дожди во вторых когда ты стрелял с плазмы да я поздно там еще задержка как бы для давания ракета нет это да и потерял получается пока переключался показ плазмы ты стрелял и потерял пока еще уроки типа брал ну в общем такой микро момент но ты все равно прослав хотя почти дима я сколько не пробовал мне нормально не получалось ну вот такая хрень это очень жаль на самом деле она беда и так и конец и поздравим конечно это разве кутрию победой но даже не знаю чё 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 давай но на вид бэр play до 252 9 play кто это у нас минуту почти на этой карте бегал ник какой какой она виду может это зерк серку похож нет я здесь я смотрю не знал про о ее с гранатой вообще если никто больше если никто больше не сделает демку с гранатой то я и ему дам приз за оригинальность проходил попалом тоже этого никто не сделал а оригинально это значит так кто как бы никто не сделал правильно оригинальность а еще текстуры там санны и вон в воде смотри опять внизу ишь моргали потом посмотрю и финиш молодец давай дальше youtube youtube из беларуси 29 6 быстрее на сколько 30 20 нажимаешь play пока идет загрузка так тоже почему-то зачем они делали при джамп но если у тебя стоит не такой крутой то при джамп это нормально а ты делал при джамп в уку 3 да не цп сначала попробовал несколько раз потом решил то что без него и так на руку и тут уже не делал неплохие ракетки очень должны какие ракетки пройдены в целом все очень даже чистенько получше чем она вид плееры но зато безымянный и так будем их называть безымянные он зато проходил с гранатой и попадом так что а вот тебе дэнки так я понял но они не перемену sky allen skyline 28 6 play быстрее на вот сколько прошлый тайм был я забыл считай ты сколько вы стояли я буду каждый раз поражать на сколько вы стояли это это важно насколько вот у меня все там разница на чуть-чуть хорошая плазма в принципе 1400 интересно заворот просто ракет да но на оригинальность не тянет он неплохие ракеты он был что ли направлялся насмотрелся мы их стримов так я тебе там кстати данный секунду и два фрейма и тебе скинул еще в дискорде демку паскали на вне зачета покажем ее потом после всех но это ну вне зачета час ну просто ну ладно мы посмотрим можно я по мере можно когда будет вот шестерва это как у лунтика тайм короче когда смотрим лунтика смотрим и смотрим на sky так дальше буду конечно надости быстрее на самом деле не знаю я хотел про твой roll поговорить мы передумал не знаю почему так как бы качи прыгал без меня перебила нет не 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 я твоим роутом не играл я забил у меня другие дела и не играл ты когда-то играл во дворик со звобом я выпал троикс будет жесткой 2x со звобом он быть самым быстрым кстати подтверждением если правильно ракетки я делал с хобом ну я тоже 2x хоб дел а со звобом нет ну а почему со звобом будет быстрее тема закрыта а потому что второй ракеты можно горизонтально стрелять они наискосок или нет пол ну да но с другой стороны от звоба меньше скорости почти равноценно получается наверное но он не суть и словил отлично доставил очень хорошо кнопки так это было так комично но в целом угол не очень правильно но кстати набрал нормально скорости 1000 и в принципе да очень даже отправил нам смайлик улыбается нам сапожник большой-большой молодец у крала ну да хукала вы сколько вот перебили веса смотреть вот видишь ты где-то по-моему 200 что миллисек он не там 800 кому не очень четкий стрейп но зато очень хорошая плазма очень хорошие ракеты и 2x так себя сначала подпрыгнул потом да ну такой своеобразный полтора x получился играет на конфиге зерга почти 2x ловил и вот финиш более правильный угол чем у сапожника ой какие ракеты ракеты гораздо лучше получились и и вот они 800 и есть я говорю 800 до 800 а римич 500 до римич на 500 ой это как я в этом своя игра помнишь по нтв шелуха ну прогресс где-то в это деревенские сказки 400 римич 500 минус 200 по моим человеком у меня 226 делал в x неплохой хорошо использовал гранату тоже использовал делал просто я тебе говорю ты посмотри кстати и все вообще посмотрите обзор про прошлые карты как без против нл демку пекаря это просто такой же выбрал зажимал просто кнопку а то есть без в ну как ты вот густы делаешь так он и выпрыгивает ну что у тебя последователь есть хардкор перебил на 60 play так хороший стрейф очень даже хороший стрейф мне пока нравится ну хардкор в целом вроде бы нормально играть доставил хорошо опять же тут вот у них такие минусы основные особенно в цпм это же проще сделать тут делал просто 2x цп уже проще примкнуть задней стенке чтобы тебя полукруглой полукруглым потолком отбросила странно почему этого покажите пока еще никто не сделал гимрок перебил на 100 гимрок у него очень даже неплохой неплохое место он занял учитывая что еще в физике маник нажал назад но не прижался к стенке не получилось без хоба просто 2x конечно 20 и убил так следующий хулиган на сиджи на 50 где-то нормально подлетел по прыжкам так себе почти получилось супер как это интересно придется очень высоковато кнопки без хоба несколько ракет или джамп зато лучше чем чем у многих у него получился и финиш и финиш на финише он допустил вот эту ошибку с триггерами и очень много времени потерял на переключении с плазмы на ракету это конечно печально так можно сказать лунтик да у нас следующий да а лунтик 26.2 смотри вот ты помнишь у лунтика помнишь когда мы последний раз смотрели демку лунтика с тобой какое место он занимал сегодня нет тогда вот как когда когда мы смотрели месяц месяца полтора назад правильно например да он занимал последние места смотри сейчас где он он посередине находится ты видишь чувак растет понимаешь что мы что возможно мы ему помогли расти на самом деле давай 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 так 9 6 до 8 2 значит разница 7 700 я верен то что другие в топе они быстрее меня в некоторых местах прошли вот потому что я медленно все это делал но суждениями так не получилось а скобом на 1500 нормально отстрелился отлетел неплохо очень неплохо так сейчас я дам кусками пащу которые ты ну где почему тебя 7 ты сейчас честно у тебя синий экран был или человек не было не знаю в синий экран сейчас все потек вроде нормально все должно было быть реально почему тебя тебя в конце синий синие что ли стены до включи дам отель до самого конца мне просто интересно быстро быстро до последней стены сейчас мне просто тоже интересно почему я серые стены до фини музык за реально почему тебя синие стены в конце ну такой цвет я не знаю ни откуда почему у меня серый так может он не что-то с этим стоит у меня фулбрайт стоит нет я фулбрайт включил чтобы меня темнота не не раздражала там когда нужно делать два буста очень на черный пол очень сложно его да испугался дома чуть-чуть экран смерти я сам испугался ты меня пугаешь так да это сейчас скачаю дымка буквально 5 сек давай так сохранить окей загрузки лунтик красава лунтик видел как мы демку твое посмотрели просто я вот все увидел я могу вообще на этом скейли 10 смотреть я готов я готов скайлин тот же тайм как лунтик плей фрейм в фрейм найдешь разницу в демках или демка скайлина это просто демка лунтик а только переименованная хорошая плазма 1500 очень рановато рокет выстрел можно было попозже меньше ждать а вот и тут он делал с 2x это жесткий это получилось да один финиш так финиш засрала мог 25 ведь сделать если бы сделал нормально финиш он бы перегнал скорее всего ульма и скорее всего эфиопа даже мог перегнать потому что он очень много потерял на ракетах более ну жестко и конечно скалин и прямо растешь в моих глазах сын вай до ульгу 25 9 вы быстрее на 300 придумаешь дефраги скую рифму к слову 300 придумаю попадание ну давай пока спрошу в конце обзора очень хороший 2x принт ну тут конечно пешком шел это небольшой минус завод нормально получил за делай зубу мобили литву рожжа очень хороший и финиш тоже очень-очень классный вот и получается что что получается что ульм сделал первую половину карты чуть похуже а скайлин чуть получше я в итоге они разменялись как бы половинками ульм сделал финиш хороший а скайлин начала ну и так так и вышло не знаю что там еще говорить плюс 200 сделать знаешь сколько слов на 300 очень очень много ты загуглил ты нажал play там нет 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 подожди про сейчас нажмем вместе как как настоящий друзьяшки ну просто есть присказ с трактористом ты же знаешь да я я знаю там я тебе скину даме буквально минутку я тебе скину на фраге нет 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 на дефрагерскую тему на риска скок 300 перебил на 300 и вот дальше продолжить интерактив не видать тебе дантиста это когда ты ужасно типа ревнивый к своим таймом перебил меня на тракториста не видать тебе дантиста и типа все зубы ему выбил анатомиста активиста идеалиста симфониста анониста солиста в общем-то эфиоп тот самый случай когда эфиоп сделал такую самую среднее прохождение я не знаю честно говоря но ничего не выбилось из колеи все пройдено как бы на другом достаточно среднем уровне единственное я думаю эфиопу будут играть почаще возможно возможно как-то тренироваться может побольше что-то оттачивать это моменты и я думаю он будет очень быстро расти и занимать повышение положение а так пока что 25 23 чить ponuz из россии д-д-д-д-дю чечения за 6 дожди 26 дед my помнишь дивы ради чего но зато под пушкам успел добежать хорошая плазма успел переключиться на ракеты в конце и даже не знаю очень даже хорошо прошел а так ух это дед серьезно нырпы а почему такой ник нырпы интересно ну да ладно что там делаешь ты все слышу я так делаю картинку ладно 25 и 3 kit bones надо перебил деда play play интересно девки пляж интересно девки плясут вроде строитель нормально но еле-еле допрыгивает до падов есть наверное надо посмотреть сколько он пробел даже точнее у ее как хорошо кстати получился в рисе в принципе и плазмы и ракеты очень хорошо вышло не делал мог дело просто 2x и неплохие ракеты по моему это какой-то фейк то есть ну видно же что человеку достаточно опытные во первых у него хорошие углы хорошие от стрелы то есть он в принципе все знает все умеет интересно кто это какой-то фейк напиши в комментариях нам а перед этим поставь лайк на видео молодец а вот 44 торнер да правильно надо уже дальше оффлайн выйдут торнер 24 4 перевел на почти почти на секунду алый вот я сейчас более чем уверен что у торнера опять есть какой-то момент где он не добил не дожал что-то сделал не так вот ты в зону не попал венал опять не постарался лучше да горячка налетел так что на хорошо сделал 2x у ю ю ю ю ю ю ю ю пока все отлично торнер молодец единственно вот этот момент он потерял очень много на ты ладно извини безымян . я отдаю торнеру приз за оригинальность потому что ну слушай очень неплохо можно было блин можно было реализовать этот г.б. очень круто то есть он мог сделать г.б. сделать этот дабл джамп а потом с этого дабл джампа прилететь еще к стене и доплазмить какие-то упсы ну уже как бы сразу к стене это блин это было бы очень круто на самом деле но и технично так что не знаю насколько торнер был бы способен это вас 37 на 700 перевел и карус play карус я думаю что так как и карус перебил торнера и карус фейк из млечного пути из милки вея у нас играет и карус сразу видно читер тысяча шесть на ракетами вообще просто получилось тоже хорошо и прям до краешка долетел словил рандомный волк кстати там но он ничего не дал по сути и хорошая ракета 2 900 почти 3000 хорош хороший карус очень очень хороший держи в курсе нас и карус своих фейков и как-то не знаю старайся не играть под фейками играй под своим ником и в общем-то молодец андет москаль на 50 перебой каруса россия москва play твой между прочим земляк enter не хочешь его похвалить где-нибудь где-нибудь ездить похвалить москаля например это даже не знаю стрейф у него четкий грациозный стрейф волстрей в конце 1700 от этих нормальный стрейф он бы перепрыгнул падать а так ему понял все в любую тут не перелетели впады губы ой-ой-ой кстати вот жаль конечно да немного отлетел от стены это было конечно небольшой минус ну блин так бы перебил зорны было очень очень круто а там москаль очень очень хороший результат я вижу я я слежу я я все вижу ребята если вы думаете что я там зациклен только на снимок это не так я все вижу в москале очень много тренируется и как бы ну видно результат видно я вижу что маска растет зорн на два фрейма перебил москаля из франции твой москаля из франции за 1 франции не делал киджам не очень надо и буст 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 второй буст круто у ее еще дверок нет и медленно он ее завязал там стене это не не ну что это оправданно мне кажется если бы он варпанк да 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 скажи да молодец перебил и зорна и москаля и я думаю что варпанка надо в основу да интер как ты думаешь в основу он же сейчас молодежки как тебе решает сами как ночью ну вот так вот а ты решил просто эти не налоги бурада ну кого узнавать ну зеркан зерджи главный я была просто сказать типа вот варпак норм давай берем можно наверно да ну в общем я перебил почти на сотку даже больше 120 интересно тоже не делал киджам 600 circle третий прыжок 758 ну не перейти подык ну какой тебе он до 100 ты что варпанк очень долго ждал ракета да очень рано и кинуть более там у тебя есть есть делал двоих схобам очень классные ракеты и и финиш тоже ну могло быть конечно получше немножко но блин ну это очень круто учитывая какой у него стаж учитывая что мы с него еще офигевали на онлайн капах которые были бог помнит когда это очень давно было ну в общем варпак большой большой молодец продолжай нас радовать и хейз перебивает тебя варпак на 16 на 2 фрейма найдешь эти два фрейма спорим один на старте 1700 позже кинул ракету в принципе должно было бы быть побыстрее тоже 2x были быкун а почти все я понял ну вот опять вот типа опять то же самое да то же самое то есть хейз вот это вот фреймовая разница она заключается я не знаю это может быть человеческий фактор или еще что-то я пока что вот реально я может быть напрягусь вспомню но так я не помню чтобы было две демки зафрейм лены в которых практически одинаковые прохождения просто где-то у кого-то скорости больше почти всегда это какая-то часть карты сделано лучше какая-то хуже я не знаю с чем это связано но это очень крутой феномен босс он же монтёр он же fps плюс киса сделать хайза чуть чуть быстрее еще посмотрим сделал при джамп налево-направо ну да смотрите горит классный могу встретить в максимум налево-направо но это медленнее по моему лево-направо хорошо ставил ракету очень хорошо пока все у него идет 2x скобом скорости не так много будет неплохой и ракеты тоже очень и очень даже хорошее эминджер третье место первый кто открывает так скажем 22 секунды перебил на 600 по моему посмотрим эминджер очень старался я видел очень много на сервере он играл губль гум у него сейчас снег если кто не видел и плохой стрейф а четвертая 4 4 530 так себе вылет на 2 вот он здесь у него на 100 кубцов больше это подлетел хороший очень двоих скоб и вот финиш скорее всего до 2240 2 до 1 концовка финиш очень классный нет я да я много ошибся извиняюсь эминджер занял четвертое место но в принципе ему этого достаточно будет чтобы от квалифицироваться на дуэльный турнир и в общем то следующий у нас топ-3 обет пути фрути он же там сям он же футы фруты он же димон и он же кто как его еще назад короче здесь перевел родит ой ну я думаю что димон должен скоро перебивать уже твои таймы некоторые как считаешь да он уже перебивает очень это просто димон скажи честно это ты из-за моих стримов так играть иначе жесть это вот это блин офигеть в рост димон это очень круто жаль всего на сотку хуже чем я на боли даже картинка точнее лучше чем я всего на сотку очень жаль ты мне в дискорде да скинул что и ты вот этим вот занимался ну блин я не буду показывать я покажу как бонус окей овчарка 22 и 2 он же fps пёс он же пёс он же псина не крещён он же псина пёс псина 22 и 2 play плюс 300 сделай сделай сделал я думал где-нибудь 200 но у начала него должна быть очень неплохое и телепортер после телепорта не должна быть там очень классно концовка 1800 офигенно не получилось вот я не скажу хуже нигде он быстрее прошел потому что чеки они не сединены с онлайн оффлайн у меня у меня было первое первое у меня было короче плюс 200 килом плюс 400 от меня у меня 26 в онлайне ну не знаю ну хорошо прошел даю что тут скажешь 22 2 enter занимает первое место в обоих физиках поздравляем enter большой большой молодец никто и иначе и не ждал полей перебил на 56 до по идее у меня сначала было тоже 22 и 270 помыть и докидал потом я долго-долго поперевать сделать 21 так и не сделал несколько демок из 22 сейчас я скажу где можно было здесь все хорошо ну вот здесь можно было побыстрее здесь очень много здесь потерял если бы я там маленький ящик приземлился тогда было бы норм ты бы 21 скорее всего сделать очень много там потерял и финиш не самый быстрый у меня финишка быстрее не финишей ну типа понятно что он неплохой но где можно лучше но в итоге типа такой по крупице везде взять и 21 очень круто давай я предлагаю в темске 07 примерно посмотреть в и кутри и цепи твои я готов я готова вы кутри твой 24 7 сначала в принципе стандартная просто обычный халбит начало еле-еле стрейфлю медленно переключаюсь долго пушок держу потом стараясь получше встретить чтобы и и обычный трейк ракет самый уголок ракета задней стены вы нормальный вылет граната поджог с задержкой гранаты 2x на тысяч 300 медленно конечно но вроде долетел нормально очень долго переключался на ракетам до завяжка на 200 ай-яй-яй стоп совоку 3 ничего страшного ну да ну да да я конечно придираюсь прошел очень круто но не знаю надо было блин у меня была идея типа смотрим у меня разница до топ 2 полторы секунды а в онлайне в на несколько топ честно не знаю я не смотрю ну ладно я покажу я по-моему на топ 1 сделал да и я топ 1 я тоже самокритичен я топ-1 ладно 22.2 цпм темп скейт 07 смотрим так тут и тут мост с поздно джампом да почти кстати чуть ли не заступом залетел хороший 2x здесь можно было бы быстрее здесь тоже можно было бы побыстрее очень много потерял на вот этом приземлении типа ну полет верося а на то что я падал да ну очень долго это сильно это из-за того что высоко очень подлетел а в конце до конец в принципе хороший средний ну такой стабильный как бы как он обычно получается бывает чуть чуть лучше чуть хуже это так что не критично в принципе на этом все сейчас я вам покажу браузер у нас есть браузер для начала я вам покажу картинку которую весь обзор enter не смотрел деки он сделал 500 519 существительных 135 прилагательных и три на речи 3 на речи сделал рифмы к слову 300 можете за скриншотить остановить себе обзор и написать возможно на каждое слово как какую-то рифму к слову 300 связанную с фрагом пишите в комментариях будет очень прикольно в общем-то вот у нас сейчас я посмотрю в ку-3 горды cpm ты первое это точно 3 что так долго грузишься ли все нет нет демок не порезал 25 и 2 это из-за того что в теперь там намного хуже происходит переключение между оружиями не 9 1 да я говорю в ку-3 теперь я ой точнее в оффлайне я намного быстрее проходил в онлайне такая ужасная задержка с переключалкой пушек одесс научился особенно самое первое когда после плазма тебе дает рокет а задержка здоровенно из-за нее меняются и вообще все плохо в общем да в оффлайне получается прошел на 500 быстрее чем ты онлайновский в общем да вот у нас результаты квалификационного второго раунда четвертый раунд уже начнется как увидим через шесть ней две было дымки с рандомным облогом от скайлин и иду кича приняли мы понятное дело дымки которые были без этого рандомного оба и от скалин и дукача можете записать сочая видео скалина и не видела скайлин вот же скайлинг у 286 а потом еще отдельно посмотрели дыма В общем-то, вот они результаты, можете все перейти по ссылке, ссылка будет на эту новость в описании Что-то я заплю, значит, наоборот, где Дукич? Дукич, вот А, все, все, ок, это я заплю, все нормально, все хорошо Ну и, в общем-то, все Я так думаю Меня вон в цепуем уже сместили на пятое место Димки не присылаешь, что-то хочешь Ну да, ты сейчас с квалификацией куда делаться Не присылаются В общем, ладно Так, новый раунд начался Да, но я не думаю, что надо показывать Или показать, что ли Хорошо Нет, я не буду показать, я могу из-за админки спойлернуть Ладно, я выйду Все для вас А, ну да, начался же 4 А, точно А, все, все нормально Можно зайти обратно Вон Результаты вот уже 3-го раунда Обзор на него будет совсем-совсем скоро Скорее всего, через пару дней Прислал, конечно, много демок В принципе, вот Сделали Собом 3 человека Плазминка и Карус и Тутифрути Большие молодцы Все, спойлернул И следующая карта Четвертая У кого что Придят наши обзоры Присылайте демки Будем ждать Будем обзоревать Да, получился у нас Такой двухчасовой почти обзор Но ничего страшного Не, полтора часа-то еще Ну полтора, да Хорошо Ну, все тогда Ну, тогда все Всем спасибо Всем Да, всем спасибо за обзор Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok